Стрельба, взрывы и крики на русском и на немецком. На несколько часов берег Волги стал местом боевых действий. Это реконструкция боя, которая случилась 80 лет назад в разгар Великой Отечественной войны. На поле воссоздали две линии обороны, которые пытаются преодолеть немецкие захватчики. Первую они преодолевают. В бой идет тяжелая техника. Это копии реальных машин, восстановленные энтузиастами. Со стороны вермахта 8 единиц техники бронетранспортера Ганамак, самоходные артиллерийские орудия Мардер, самоходная пушка. С советской стороны танк Т-70, прозванный немцами неистребимой саранчой Сталина за бастроходность и маневренность. В реконструкции задействовали более сотни человек. 50 наступают и около 70 держат оборону на двух рубежах. Сегодня наша задача не пропустить противника, рвущегося к Киеву. Наша вторая линия обороны. Нас не так много. Постараться остаться живыми и не пустить противника дальше. Сзади нас госпиталь, в котором наши раненые бойцы. Постараться сохранить их жизни, может быть, сыной собственной. Задачу советские солдаты выполнили. Враг был отброшен от Киева. Самарцы наблюдали за реконструкцией на четвертой очереди набережной у Ладьи. Радость и, конечно, грусть за тех, кто погиб тогда на войне. Для молодежи это вот сквозь сердце можно пропустить то, что было когда-то. Это очень нужное мероприятие, реконструкция того, что было. Спасибо всем, кто участвовал. Участниками военно-исторической реконструкции 80-летию освобождения Киева посвящается стали жители Самары, Тольятти, Волгограда и многих других городов страны. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.